Бессмертная комедия конца 16 века на сцене иркутской драмы. Украшение строптивой Вильяма Шекспира актёры из Барнаула репетируют за несколько часов до выхода к зрителям. График плотный, пять дней и четыре спектакля всего с одним повтором. Дважды представят только эту постановку. Отрепетированные фрагменты срочно редактируются под иркутскую сцену. Вся трудность в размере. Рабочее пространство иркутской драмы существенно меньше, чем на Алтае. Сцена намного больше и, можно сказать, технологичнее, новее. У нас есть круг, шар, подъёмники. И поэтому у нас как бы и спектакли приспособлены к сцене. Роль редактора на плечах наиболее опытных коллег по цеху. Елена Адушева – исполнительница ключевой роли спектакля, той самой строптивой Катарины. Помимо действий своей героини, девушка следит за работой коллег. Гармоничностью всего спектакля адаптируют выходы. С ними наибольшая трудность. Творческий процесс бурлит, времени нет даже на макияж. В итоге иркутский зритель до работок не заметит, уверяют актёры. Уже есть опыт работы на похожей сцене в Новокузнецке, к которому с первого дня гастролей прибавился и иркутский. Я и все гости Зойкиной квартиры приходили прямо с планшета из ямы. Она находилась на сцене. Здесь его сделать невозможно. И мы использовали двери в зрительном зале. И тут интересно, так лошадь сидят зрители, работали прямо на глазах у них. Интересно было, такая энергетика. Как меняется энергетика зрителей Алтая на этой неделе ощущают актёры Иркутска. Они вывезли поминальную молитву, старомодную комедию Евгения Онегина и Тартюфа. Оба именитых театра сделали акцент на полюбившихся публике спектаклях. Такие двойные гастроли позволяют артистам обмениваться приёмами, культурным опытом, взглядами на искусство. А зрителям увидеть новые постановки на своей сцене. Продолжение следует...